1528 год, во-первых, был казнен Больтазар Губмайер, это один из лидеров анабаптистов. Анабаптисты это третий этап реформации, радикальные протестанты. Еще раз повторяю, три уровня реформации западные исследователи возникают. Это собственно протестанты, то есть лютеране, потом реформаты, наиболее ярким представителем являются цвингли, и радикальные протестанты. К радикальным протестантам, допустим, относится Томас Мюнцер, о котором я уже говорил, то есть христианский коммунист. После поражения коммунистов в гражданской войне в Германии, произошла определенная деформация этого радикального протестантизма, и лидирующим направлением стали анабаптисты, которые уже были против, как правило, вооруженных действий, но взгляды у них были религиозные, довольно радикальные, и сильно отличались от лютера. Радикальные протестанты отличаются от лютера гораздо больше, чем лютер от католиков. Поэтому не надо вот этих... Когда ведут какую-то пропаганду, вечно все сваливают в кучу, как-то так вот всех объединяют, а они там очень хорошо друг друга различали, и с этим лютером сами были готовы воевать. Ну так вот, Бальтазар Губмайер, он как бы связующее звено. Во-первых, он и в крестьянскую войну повоевал до хрена. Во-вторых, он один из идеологов анабаптистов. То есть он как бы вот между этими радикалами времен Гражданской войны и последующими анабаптистами, он вот посередине стоит. Биография, в общем-то, довольно типичная для лидеров реформации, а именно он является католическим священником. Он закончил университет с отличием, он даже проректором был какое-то время там. Затем он был католическим священником, и он работал в кафедральном соборе Регенсбурга. В Регенсбурге он устроил травлю иудеев. Кстати, все радикальные протестанты, начиная с лютера, они еще и считали евреев тоже негативным фактором, и призывали к уничтожению синагога. Когда война была, они грабили и католиков, и евреев одновременно, не считая христианами никого. Ну так вот, Губмайер в антисемитизме отмечен, несмотря на всю его прогрессивность. Значит, по его именно призывам была разрушена синагога в городе Регенсбурге в 1519 году. Изгнали всех евреев из города, причем во время разрушения синагоги, там мастер, который руководил его, привалила балкой, и якобы он умер. А потом вечером он ожил. Ну, видимо, просто сознание потерял. И вот заявили, что это чудо, которое совершила Богородица, и тем самым Богородица подтверждает, что нужно было разрушить синагогу. Немедленно там устроили паломничество, еще кучу чудес устроили католики. В общем, все в лучших традициях католицизма. После этой сей истории в Регенсбурге его отправили в Швейцарию, в город Вальцхуд, видимо, с понижением, потому что Регенсбург это все-таки крупный город, он там был один из лидеров католиков. А так его отправили теперь в маленький город, возможно, он обиделся, и там он, значит, увлекся лютеранством, возможно, обидевшись на понижение. В 522 году они встречались с Эразмом Роттердамским, который был против реформации, то есть Губмайер заслушал еще кучу аргументов против Лютера от Эразма. В 523 году он, наконец, принял реформацию, но в форме цвинглианства, то есть на второй стадии он был, он стал реформатом. Цвингли гораздо более демократичен, чем Лютер. Цвингли выражает интересы как раз горожан Швейцарии, а Лютера выражает интересы крупных феодалов Германии, если так их социальную базу упрощать. А Томас Мюнцер и радикальные протестанты выражают интересы крестьян, предпринимателей и самых таких забитых слоев феодального общества, которые за бедных уже пошли. Ну так вот, первоначально Губмайер был за средний класс и средний уровень реформации исповедовал. В 1524 году началась война, крестьянская. И разбитые в Германии отряды, они отступали в Швейцарию на юг. Ну как я рассказывал уже там, Майсмайер, да, Майсмайер он отступил, допустим, из Тироля, тоже сначала в Швейцарию и в Венецию. Вот их разбивали, однако швейцарцы их кое-где поддерживали. И в частности, когда они отступили в Вальцхуд, их там весь город поддержал, заявил, что они тоже все готовы воевать за реформацию против Австрии, то, что австрийцы их преследовали. И Губмайер тоже встал во главе всего этого процесса. Там к тому времени все приняли протестантизм, Швейцария прям целыми городами принимали и готовы были помогать своим единоверствиям, которых разбили в Германии, радикальным протестантам. Первоначально они одержали ряд побед. И в целом, в общем, часть недобитых этих всех отрядов они постепенно в Швейцарию переходили и там как бы поддерживали. Австрия все-таки побоялась со всей Швейцарией воевать и не мешала им. То есть пошло множество беженцев из Германии, о чем я говорю. Из Германии принесли уже радикальные идеи, третий уровень реформации. И вот на этом этапе, уже в 1525 году, Губмайер знакомится уже с идеями анабаптистов, то есть радикальных протестантов, принимает анабаптизм, согласился с их аргументами и тут же стал один из лидеров этих анабаптистов. Потому что у него было университетское образование, он тут же базу подвел, расписал там все как надо, книги написал, проповеди и все такое прочее. Тем временем разбили при Павии этих французов, окончательно зажимали этих протестантов уже в Швейцарии, наступали там католики. Губмайер, поскольку был радикалом, он бежал из Вальцхута в Моравию, то есть в Чехию, где его какое-то время поддерживали, но в 1527 году его там арестовали, как участника всевозможных восстаний предыдущих. И 10 марта 1528 года его сожгли в Вене как еретик католики. Жена его присутствовала при казни, и тоже там кричала всякие проклятия католикам, и через три дня ее утопили в Дунае. Учение Губмайера, которое в основу учения анабаптистов легло. Значит, анабаптисты это сектор радикальных протестантов, которая была в подполье и при ретеранах, и при католиках, она вообще полностью в подполье пришла, но она восходит именно крестьянским вот этим движением за реформацию времен крестьянской войны. Губмайер, чем отличается анабаптисты? Они категорически отвергают крещение младенцев. Губмайер дал очень много аргументов по этому поводу, обосновал и Библией, и логически все, что нельзя крестить младенцев только в сознательном возрасте. Ссылался он также, кстати, на Тертулиана и на ранних отцов церкви. То есть, как бы это у протестантов не считалось авторитетом, но просто чтобы показать, что этой практики в первоначальной церкви не было. То есть, как на исторические источники, он ссылался и на древних христиан. Ну, вот Губмайер как раз создал учение, которое у протестантов довольно популярно, что есть три вида крещения. Крещение духом, крещение водой и крещение кровью. Причем, главное – это крещение духом, то есть, когда человек кается и принимает христианство, принимает Христа. Вот это крещение главное, и, собственно, оно спасает. Дальше крещение водой является формальным, оно символизирует то, что человек входит в церковь христиан, поэтому крещение водой может быть только после крещения духом. То есть, если человек покаялся, принял христианство искренне, тогда только он может креститься. Так как младенцы этого ничего не понимают, то их крестить нельзя. И крещение кровью это уже повседневная жизнь христианина, постоянная его борьба с искушениями. Вот это третий этап. А крещение кровью продолжается всю жизнь. Крещение духом это один момент, когда человек покаялся. Крещение водой это формальный такой момент, но тоже он важен, да, второй этап. И третий этап это крещение кровью, это на всю жизнь. Так как анабаптисты считали, что крещение младенцев неправильно, они всех перекрещивали, и поэтому называется анабаптисты, это греческое слово, которое означает перекрестить, то есть перекрещенцы. В то же время Губмайер отвергал это все название анаваптисты, утверждая, что вообще это не истинное крещение, которым католики крестят. Анаваптисты крестят первый раз, так как католическое крещение неправильно, всех надо перекрестить, и они не перекрещивают, не крестят второй раз. А вот это и есть анаваптистское крещение, это единственное правильное крещение, все остальное не считается вообще. Ни у лютеран, ни у католиков. Он признавал два таинства, как лютер, крещение и причастие. Интерпретации у него были неоплатоническими, он явно в университете ознакомился со всем комплексом идей Платона и неоплатоников, поэтому на философском уровне он интерпретировал христианство неоплатонически. То есть у человека есть дух и тело, вот дух является всегда добрым, тело всегда является злым, они находятся в конфликте. Ну, кстати, тоже концепцию излагает апостол Павел, который тоже, кстати, неоплатонизм явно занимался и был знаком с этой концепцией. Ну вот, то есть он мог обосновать и философский Губмайер, и на священном писании эту концепцию. Вот человек дуален, борется тело и дух, дух от Бога, и он свободен и хороший, тело злое явно ограничивает свободу духа, и вот благодаря искуплению Христа дух может побеждать тело. Вот концепция анабаптистов и, соответственно, Губмайера. Губмайер полагал также, что все это должно быть реализовано социально. Он сочетал революционные идеи Мюнцера с революционными идеями Цвингли, что необходимо сделать революцию, которая перестроит мир на основании свободы, равенства, братства. Богатые не будут грабить бедных, люди будут решать вопросы совместно, будет республика и так далее. Вот эти все прогрессивные идеи, безусловно, Губмайер тоже утверждал. Однако анабаптисты позднейшие почти все были пацифистами и считали, что нельзя вооруженным путем за это бороться. Они тоже говорили, что будет когда-то царство справедливости, потому что это же крестьянское направление. Они всегда такую установку давали, что когда-нибудь свернут власть феодалов, перестанут грабить крестьян, перестанут над ними издеваться, когда-нибудь это будет. Но позднейшие анабаптисты считали, что это будет мирным путем, а Губмайер все-таки выжил из революции, и он считал, что это нужно сделать вооруженным путем, но его как экстремиста поймали и за это и сожгли. Он за это воевал, они там подавались, он за это сам сражался. Вот такая интересная концепция, которая говорит о том, что в эпоху 520 задачи реформации и задачи социальной борьбы многие понимали как аналогичные. То есть они боролись и за реформу церкви радикальную, и за радикальное преобразование общества, они вообще этих вопросов не разделяли. В плане конфликта духа и тела это довольно близко к гностицизму, поэтому во многом я, конечно, Кубмайеру сочувствую. И по поводу крещения детей, конечно, я тоже возражаю, тоже все довольно верно. В целом это уже что-то такое здравое и действительно наконец-то близкое к христианству. Потому что то, что у Лютера было, это все-таки еще до христианства оттуда еще далеко плясать. Джованни де Верацану погиб в 1528 году, надо о нем рассказать. Франция, поскольку она воевала с Испанией и Германией, она считала, что она не связана этим договором, по которому всю Америку отдали Испании, и она пыталась самостоятельно там Америку открыть и разведать, и пройти там, найти там пролив. Доплыть до Китая, до Японии и перекрыть все эти поставки, за счет которых богатеет Испания и Португалия. В связи с этим они наняли очередного итальянца Джованни де Верацану, и он совершил плавание. 1524 год, вот премьерный маршрут на французском корабле, и получается он открыл практически всю территорию Северной Америки. Открыл Нью-Йоркский залив, прошел аж до Ньюфаунленда, однако пролива он там не открыл. Вот он доложил королю об этом, но послание Верацана часто критикуется, там очень много неточностей, возможно он привирает, потому что не проверишь. В общем он там нагородил кое-чего, что потом не подтвердилось. Но плавать-то он плавал, вот может быть он не совсем так плавал, может что-нибудь там доплыл до Америки, написал отчет и поплыл обратно, кто его знает. Ну в общем подвергают сомнению точности в описании, хотя само путешествие было. В 1528 году его захватили индейцы, когда он исследовал Флориду и съели. Как и многие исследователи Америки, он был просто съеден каннибалами. Ну продолжаются поэтому споры. Хадсон открыл вот эту вот Канаду с Америкой или Верацану, и поскольку его отчет неточный, то у сторонников Хадсона есть контраргументы. Но в то же время его ценят на родине, и даже и в Америке сейчас предполагают, что видимо он открыл, просто трудно установить, что именно.